с вами Резмитрий Ророшенко сегодня мы поговорим о том как написать заявление в полицию что для этого нужно самообразие заявление вам представлю а также основания для принятия его и так если вы составляете заявление о преступлении в отделении полиции то сотрудник полиции обязан составить протокол принятие устного заявления очень внимательно относитесь к протоколу и кто информация которая будет вам диктовать не пишите того с чем вы не согласны если составляется протокол устного заявления в отделении то обязательно внимательно его прочтите и изучите сейчас на экранах увидите само заявление образец заявления которые написать вы можете сами значит обязательно верхнем углу указываете отделение кому именно подаете начальника отделения и его название должности фамилиями отчества далее идет информация о вас регистрации год рождения телефон и все остальные контакты с как по которым можно с вами связаться после этого пишется заявление дальше вы видите что свободной форме залагается суть дела суть преступления то есть установите привлечь к уголовной ответственности таких-то лиц если они вам известны вы указываете что известны фамилиями отчества такие-то такие-то и их место жительства и другие все известные данные после этого выпишите основанием основанием является статья 145 которым орган дознания дознаватель следователь обязаны принять одно из следующих решений это возбудить уголовное дело отказать возбуждение уголовного дела и передать сообщение по подведомственности соответствия со статьей 151 дальше на основании пункта 1 статьи 144 упк орган дознания дознаватель следователь обязаны принять срок не позднее трех суток со дня поступления данного сообщения то есть обязаны принять решение и проинформировать вас от решения незамедлительно после его принятия и в случае если необходимость продления для каких-то уточнений то это на 10 суток возможно либо на 30 суток в порядке который опять же предусмотрены этой стос 44 статьей который и является основанием для принятия любого заявления о преступлении обязательном заявлении в котором вы будете сами писать укажите о том что вы предупреждены об ответственности по статье 306 уголовного кодекса по заведомо ложном доносе это по этим вы лишите возможность сотрудника полиции дознавателя следователя возможности отклонить ваше заявление по причине возможно ложного доноса то есть тем самым вы один из пунктов основания для отписки со стороны дознавателя следователя исключите что еще рекомендую и хотел бы обратить на ваше внимание что вот эта статья 144 уголовно-процессуального кодекса российской федерации по этой статье полиция обязана регистрировать любое заявление о преступлении об этом также говорится и в статье 3 инструкции о порядке приема регистрации и это решение в овд российской федерации сообщение о преступлении тем самым эти два значит статья асторекс 44 военного операционного кодекса и вот эта статья 3 является основанием для принятия любого заявления о преступлении кроме этого полиция обязана зарегистрировать любое заявление о преступлении вне зависимости от места и времени его совершения если вас как бывает такое обычно пытаются объяснить вам что заявление граждан на преступление принимается в понедельник с 9 до 12 или с 15 до 18 то вы опять же сделайте ссылку на эту статью 144 уголовно-процессуального кодекса и пункт 3 должностных инструкций о приемке о порядке приема и регистрации разрешения сообщений в органы внутренних дел о преступлении и укажите об этом любому сотруднику который пытается вас значит объяснить вам что у них как конкретный какой-то день и конкретное время для приема таких заявлений тем самым это является нарушение если же все-таки не воспринимая данную информацию от вас то позвоните на любой на любой номер то есть на номер 02 и сообщите что дежурный такое-то овд отказывается принять у вас заявление о преступлении второе если у вас приняли данное заявление о преступлении то убедитесь что его зарегистрированы подтверждением данной регистрации является то что вам должны выдать талон уведомления принятия заявления с номером под которым зарегистрировано ваше заявление или хотя бы сообщить номер регистрации в книге учета и регистрация сообщений о происшествиях и преступлениях и также требуйте вот этот номерок из этой книги для того чтобы ваше заявление не затерялось и вы по этому номеру получить могли вы следующую информацию если вы не получите ответ в соответствии опять же со статьей 144 уголовно-процессуального кодекса данный номер будет свидетельствовать о том что и заявление зарегистрировано оно принято и органы внутренних дел обязаны вам ответить и принять решение кроме этого в по можно поступить и по второму пути это взять и написать заявление двух экземплярах и втором экземпляре поставить отметку о принятии это также будет являться доказательством о том что заявление принято если же все-таки заявление не принимают и отказывается регистрировать тогда вы отправляетесь в ближайшее отделение пожарной охраны судебных приставов следственного комитета и согласно приказу в едином учете преступления все эти госорганы также обязаны принять это заявление о преступлении и соответственно передать ее по подведомственности и помните что обязательно нужно запомнить что все любые действия отказы сотрудников полиции можно обжаловать в прокуратуру в том числе и отказ принятия заявления надеюсь что данная информация для вас была актуальной если у вас есть вопросы касаемо уголовных дел гражданских дел частных обвинений и так далее вы пишите в комментариях и конкретно с вами обсудим подписывайтесь на канал пишите ваши вопросы под видео есть значок поделиться вы можете нажать на него и отправить ссылку в любую социальную сеть всего доброго вам успехов